Мы используем автопилот почти всегда, потому что мы просто ленивые. Что едите или пьете в пути прямо во время полета? Может, берете с собой бутерброд или термос? Если да, покажите. Саша разбросал остатки от его еды. Я докладываю. Могу даже пожаловаться. Просто нагло бросил на пол. Я своих кладу в пакетик. Это ты бросаешь. Я в карман положил. Вот он у меня в кармане лежит. Вот у меня в кармане. Это я в карман положил. Вот. Видел? Выпал коричневый. Это мой, короче, выпал из кармана. Извини. Мы сегодня утром встали до начала работы в кафе, в гостинице, где мы ночевали, в гостинице Safari в Тынзе. Поэтому нам приготовили вот такие вот с вечера сухие пайки. Вот. Поэтому вот этим мы, собственно, тут и выбираемся. Что касается питья, это гораздо более сложная тема, потому что я утром стараюсь не пить вообще ничего. Вот, видите, Андрей чуть-чуть вот выпил за весь полет. И, соответственно, пьем мы после посадки где-то там вот вечером приходим на ужин, и там уже стараемся напиться. Восстанавливаем кислотно-щелочной баланс в организме, нехватка воды, доливаем пивом. Ее мало, едим вот то, что Бог пошлет. Вы используете автопилот? В какой ситуации это возможно? Ну вот, поехали. Сейчас мы раскроем все наши секреты, да? Вот он автопилот. Волшебная коробочка, которая держит высоту, скорую и направление. Больше она ничего не умеет. А мы используем автопилот почти всегда, потому что мы просто ленивые. А посадки мы выполняем вручную. И взлеты тоже. В этом принципиальное отличие полетов на этом самолете от полетов на вертолете. На вертолеты практически не ставят автопилоты, поэтому там все время приходится работать и от этого гораздо больше уставать. На этот перелет вы залили дополнительный бак. Зачем это понадобилось? У нас в Крыльях есть два бака. Баки позволяют нам лететь от 6 до 8 часов, в зависимости от ветра. Те расстояния, которые мы преодолеваем здесь, они значительно длиннее. Нам пришлось в Минске установить дополнительный бак, который нам одолжил один из наших друзей-пилотов. Смонтировали к нему два насоса, один электрический, другой ручной. Сам бак резины, он сейчас пустой. Раньше он был вот таким накачанным, в него влезает 250 литров. Вот насос. Вот эта ручка ручная, а чуть ниже расположен электрический насос. Основная причина это отсутствие топлива в аэропортах Российской Федерации. Бензин, на котором мы летаем, сотка, стоилель. Он физически просто недоступен на большинстве, на большей части территории России. Катя Шатырник, ум, честь и совесть, и мозг, и наши руки, и глаза в Минске. Она обеспечила нам доставку топлива почти по всему маршруту. Но есть такие места, куда его завести невозможно. У нас разница по времени с Минском 7 часов. Так вот, Катя проводит с нами практически все дни. Я даже не знаю, когда она спит, и спит ли она вообще. Мне кажется, это робот. Мне тоже кажется. Слушай, а может, действительно, это робот? Думаю, это робот. Робот Катя, тебе большой привет с 5000 футов. Что делать, если за штурвалом клонит сон? Если едешь в автомобиле, можно остановить его прикорнуть. А в самолете как? Тот, кто хочет спать, оставляет за себя бодрствовать второго пилота. И кемарит, но больше чем 7-8 минут у нас ни разу не получилось поспать. Не знаю почему. Отключаешься 2-3-4 минуты и просыпаешься уже посвежившим. А, ну это уже... Довелось ли уже использовать Литл Джон? Нет, пока нам не довелось использовать этот писсуар. Маленький банк, такая, с широкой крышкой. Где-то валяется? Да, где-то валяется. Нет, пока держимся. Как разминаете руки-ноги? Можете показать какую-то зарядку? Вообще, сильно ли устает тело без движения? Из одной из самых больших испытаний здесь, потому что вот приходится по 8 часов сидеть вот так вот, ну и так, и так, и так, и так. Хорошо сидение в этой тесне немножко можно подвигать вперед-назад, как у автомобиля примерно, только с меньшей степенью свободы. На аэродром прилетели, там уже можно походить, побегать. Как вы коротаете время в полете? Может поете или рассказываете байки? Как раз таки все время что-то делаем. Планируем маршрут, и у нас же есть в самолете все время третий участник, это авиадиспетчеры. Для нас большая загадка, чего они от нас хотят? Саша это называет «апоговорить». А также обсуждаем политические события, экономические события, бизнес, разные бизнес-задачи. Про женщин не говорим. Нет, про женщин ничего ни разу не говорили. Видимо просто седьмой день еще рано. Я боюсь, что уже поздно. Интересный вопрос. Когда вы первый раз поспорили в этом полете? Вообще, что делать, если начали ссориться в самолете? По-моему, мы еще ни разу не поспорили. А что делать? Ну как? Ну открывается дверь. И тот, кто не прав, тут выходит. Да, тут выходит, все очень просто. Вы садились уже на нескольких сибирских северных аэродромах. Насколько непривычные условия для посадки? Ну посадка Ваяни, интересная была посадка. Посадка Ваяни, это гравийная полоса, выходящая прямо на пляж Охотского моря. Субтитры сделал DimaTorzok